В эфире телеканала Видное ТВ выпуск новостей, в котором для всех, кто остается в эти дни дома, мы расскажем о текущих событиях и подведем итоги прошедшей недели в Ленинском городском округе. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Внесены изменения в структуру администрации Ленинского городского округа. Я не возражаю поддержать ваши предложения. На девятом днеочередном заседании Совета депутатов городского округа принято решение, направленное на помощь бизнесу. Сегодня также принято достаточно знаковое решение Советом депутатов в части отмены земельного налога. Неожиданный подарок 75-летию победы получил житель деревни Богданиха Валерий Мосин. Лет 50 я ее не видел, но знал, что она где-то есть. Не мог же отец ее выбросить. И вот она нашлась в таком вот виде, в рулончике вот в этом. В деревне Дедылдина в нынешнем году наконец-то появится пешеходная дорожка вдоль проезжей части. Этот вопрос был вынесен на заседание и было принято решение о выделении средств на то, чтобы сделать здесь пешеходную дорожку. Проект под названием «Один за всех и все за одного» стартовал в Ленинском городском округе. Включаются люди потихонечку, да, мы некий им даем для того, чтобы другие коммерсанты подключались. В муниципалитете завершился процесс административной реформы. На заседании комиссии по вопросам местного самоуправления бюджеты и налоговые политики обсудили изменения в структуре администрации Ленинского городского округа. Подробности в нашем сюжете. Главный вопрос вынесены на повестку дня заседания комиссии по вопросам местного самоуправления бюджета и налоговой политики, экономики, нормотворческой деятельности и этики утверждения структуры администрации Ленинского городского округа. Если Ленинский район делился на поселения, их было семь, то Ленинский городской округ разделили на девять территориальных отделов. Не все они совпали с границами сельских и городских поселений. Предлагаем на рассмотрение депутатов вариант разукрупнения, я, наверное, слово это употреблю, булатниковского поселения на территорию, будем говорить, старого булатникова и то, что касается Дрожжино, новой застройки. В черте города Видное предлагается создать сразу три отдела. Центральный, курирующий старую застройку, шестой микрорайон, Купеленка, Завидное и другие новые микрорайоны, расположенные рядом, и Расторгуевскую часть. От депутатов также поступило предложение об укрупнении территориальных единиц. Давайте мы объединим совхоз Ленин и развилку, вообще пролегающуюся деревню, в один, как и было раньше, картинский территориальный округ. Депутат Владимир Градов считает, что объединить территории нужно прежде всего из экономических соображений. К тому же раньше, довольно долгое время, совхоз имени Ленина и развилка уже были единой административной единицей. В совхоз Ленина, там чуть более 6 тысяч населения зарегистрировано. Развилка где-то 1014. Понимаете? Если мы еще и там устроим, значит, административную какую-то единицу, введем там, или даже не одну, я считаю, это расточительство. Минфин уже предсказывает падение, и мы еще не в самой худшей ситуации по сравнению с другими муниципалитетами. Как управленческие, как экономические, вижу выгоду от вашего предложения, вот что касается там, наверное, социально-политических, возможно, коллеги ваши выскажутся, я не возражаю поддержать ваше предложение. С этим мнением согласны и коллеги по цеху, и активные жители поселка Развилка. 70 лет это было, чтобы был совхоз Ленина, и деревня, и Развилка называлась так – Картинский сельский совет почтового отделения совхоз Ленина. Это будет правильное решение, чтобы создать один общий округ. Никак не скажется отрицательно в этом объединении. Единственное, это будет сокращение, естественно, мест чиновников. Здесь будет единое руководство. Правильно, нужно соединиться. Это правильно, это не какой-то эксперимент, а это ситуация, сложившаяся уже исторически давно. Депутат Валерий Черников предложил давать территориальным отделам не названия, а номера. Но с ним большинство присутствующих не согласилось. Я думаю, что настолько нужно на этот счет заморачиваться, извините за такое слово, потому что мы не дали название поселения, мы все лишь дали название отделам. Поэтому, на мой взгляд, вопрос не настолько уж, в принципе, этому личному не спасли. Окончательные решения были приняты на очередном совете депутатов Ленинского городского округа. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Девятое внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа прошло в формате видеоконференц-связи. Какие важные решения на нем были приняты, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Во время девятого внеочередного заседания Совета депутатов Ленинского городского округа народным избранникам предстояло принять важные для муниципалитета решения. Первым вопросом повестки дня было утверждение новой структуры административного управления. Теперь в округе появится девять территориальных отделов. В процессе рассмотрения у депутатов вчера возникли предложения по наименованию отделов. Я так понимаю, что они учтены в новом проекте решения. Были даны ответы о том, как мы видим и где будут находиться эти территориальные подразделения. Ну и кроме того, принципиально было предложение о том, чтобы соединить территориальные отделы совхоза имени Ленина и развилка в единой в связи с историзмом. Это не вызвало никаких у меня противоречий с точки зрения экономики, с точки зрения управленческого функционала. Поэтому вот это доработанное решение выносится сегодня на рассмотрение Совета депутатов. Решение было принято большинством голосов. Другой важный пункт повестки – освобождение от земельного налога владельцев коммерческой недвижимости, снизивших арендную плату для предпринимателей, чей бизнес пострадал в условиях пандемии коронавируса. Освобождаются от уплаты земельного налога организации, на балансе которых учтены здания или помещения, используемые для размещения торговых объектов, в том числе торговых центров, комплексов, а также объектов общественного питания и бытового обслуживания, далее объекты недвижимости, при условии снижения данными организациями, всем арендаторам помещений и площадей, деятельность которых приостановлена в соответствии с постановлением губернатора Московской области. Кроме того, арендаторы недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, получат отсрочку по арендной плате. Арендатор сможет погасить накопившуюся задолженность по арендной плате в течение двух лет, поэтапно, не чаще одного раза в месяц с равными платежами, которые не могут превышать 50% от ежемесячной арендной платы. При этом ему предоставляется возможность при наличии финансовых ресурсов данную задолженность погасить единовременно. Данные льготы будут действовать минимум четыре месяца – с 1 марта и до окончания режима повышенной готовности. Решение было принято единогласно. Такие действия властей продиктованы нынешними реалиями и позволят улучшить экономический климат на территории муниципалитета. Сегодня также принято достаточно знаковое решение Советом депутатов в части отмены земельного налога арендодателям, которые пошли на уступки малому и среднему бизнесу и снизили свои арендные платежи не менее чем на 50%. Также мы приняли сегодня решение по отсрочке арендных платежей за муниципальное имущество. Чтобы получить льготы, предприниматели должны подать заявление в администрацию округа. После завершения заседания был поднят вопрос о неучастии в работе Совета депутатов некоторых народных избранников. Было принято решение направить запрос в комиссию по этике о причинах их отсутствия. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. 820 продуктовых наборов от губернатора Подмосковья доставили в Видное. Гуманитарная помощь будет распределена между людьми, которые сегодня находятся в трудной жизненной ситуации. Подробности в нашем сюжете. Встречали грузовые машины заместитель председателя общественной палаты Ленинского городского округа Людмила Лернер и председатель отделения торгово-промышленной палаты Владислав Рымша, на территорию предприятия которого и были доставлены продукты. Для бизнеса непростые времена в сегодняшней ситуации. И то, что бизнес активно помогает в решении этих социальных вопросов, так называемый ответственный социальный бизнес, это на самом деле очень хорошо и важно. Потому что многие закрываются, пытаются решить свои вопросы и не замещают о тех проблемах, которые существуют у нас в городе. 820 продуктовых наборов общим весом в 21 тонну. Именно столько поступило в муниципалитет в этот раз от губернатора региона. Согласно обращениям жителей городского округа Ленинского будет проведена проверочка и согласно спискам будут выдаваться эти наборы. На данный момент более 7 тысяч заявок на получение набора поступило в Управление социальной защиты населения муниципалитета. Но категория получателей строго регламентирована. Если касается, допустим, жителей старше 60 лет, 60 плюс, так называемых, там обязательно есть некоторые условия. Это человек должен быть одиноко проживающий и пенсия должна быть ниже 19,760, там 19,696, что-то такое. Ну, также сюда и попадают в эту категорию в трудной жизненной ситуации оказавшиеся люди, у которых, допустим, молодые могут быть, у которых есть дети, они оказались сокращены, либо безработные. То есть это тоже учитывается, надо звонить, надо объяснять ситуацию и будет предоставлен набор продуктовый. Еще одно обязательное условие – регистрация на территории Ленинского городского округа. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. По постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе действует масочный режим. Вместе с тем населению оказываются меры поддержки. Какие, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Подмосковье продолжает действовать масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева были закуплены медицинские маски, а их распространением занимаются активисты молодой гвардии. Уже на протяжении недели активисты молодой гвардии «Единой России» помогают упаковывать комплекты медицинских масок от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева для того, чтобы передавать жителям нашего муниципалитета, чтобы они могли защитить себя и своих близких и предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В набор входят две маски и информация от губернатора. Уже было реализовано около трех тысяч таких комплектов. Для нас это очень важная и ответственная работа. Главная наша задача – это сохранить здоровье наших жителей. Ребят в их деле поддерживают старшие товарищи – депутаты Ленинского городского округа. Если есть необходимость покупать продукты или когда работают в сфере, где непрерывное производство, максимально себя защищать средствами защиты масками, перчатками, обрабатывать руки, мыть руки. Это очень важно. Раздача масок населению происходит на территории всего муниципалитета в местах скопления людей. В частности, у крупных продуктовых магазинов, куда сейчас можно заходить только в средствах защиты. Жители с благодарностью принимают такую помощь. К сожалению, не все люди осознанно подходят к этому вопросу. И вот, ну вот, у нас, например, есть, но нам, в принципе, не помешает еще. Конечно, маски нужно носить обязательно. И спасибо за помощь. Их надо часто менять. И, я думаю, одна, там, две маски, они могут очень помочь. Спасибо. У меня пенсия маленькая, 9600 всего лишь. Поэтому для меня спасибо вам огромное, ребят. Важно, правда. Раздача масок продолжится на срок действия масочного режима на территории области. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжение темы. Несмотря на то, что правительство начало реализацию программы постепенного снятия режима самоизоляции, многие люди по-прежнему остаются дома, и многим из них требуется помощь. Именно поэтому в Ленинском городском округе стартовал проект под названием «Один за всех и все за одного», инициатором которого выступил депутат Павел Русаков. Помещение, где раньше делали элементы тюнинга для автомобилей, на время превратилось в продуктовый склад. Именно здесь депутат Ленинского городского округа Павел Русаков формировал посылки для нуждающихся. И маски. Вот такой у нас получается наборчик. Ну и теперь мы на него наклеиваем нашу фирменную наклеечку. «Один за всех, друзья, и все за одного». Директор тюнингового ателье Андрей Моисеев, как и многие другие представители бизнес-сообщества, столкнулся с оттоком клиентов. А потому свои предпринимательские навыки и умение находить качественный товар по недорогой цене он решил использовать для волонтерской деятельности. Мы сейчас решили помогать людям. Привезли самое необходимое, что на сегодняшний день не наесть это антисептики, перчатки, маски. Мы ничего не производим, мы работаем напрямую с производителями. Все это идет из заводов, все сертифицированное. В коробках все необходимое – крупы, сахар, консервы и множество других продуктов. Всего собрано 30 таких наборов. Первую партию из 9 коробок везут по адресу улица Строительная, дом 23. Здесь дорогих гостей уже ждут. Подключаются люди потихонечку, да, мы некий импульс даем, для того, чтобы другие коммерсанты подключались. Значит, здесь основной набор продуктов питания первой необходимости, плюс средства индивидуальной защиты. Берегите себя, соблюдайте режим самоизоляции по возможности. А если есть какая-то необходимость, через Викторию мы лучше вам принесем прямо на дочь. Проект, получивший название «Один за всех и все за одного», организован по инициативе депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Павла Русакова. В сборе информации о тех людях, которые нуждаются в помощи, активно помогали местные жители. У нас был составлен список по действительно нуждающимся, которые оказались в очень трудной ситуации. Павел Александрович считал, что еще будет, возможно, какой-то дополнительный список и какая-то помощь. Но пока будем интересоваться у жильцов, если будут у них какие-то инициативы, конечно, будем обращаться еще за поддержкой. Еще одну коробку доставили Нине Александровне Каниной. 98-летняя пенсионерка не скрывала радости. Звоните, скажите, если что-то надо, я приду, всегда помогу. Хорошо, я рада. Договорились, всего вам хорошего, не болейте, соблюдайте режим самоизоляции. Депутат признается, что идея сделать собственный проект помощи нуждающимся пришла к нему, когда он в качестве волонтера помогал доставлять губернаторские наборы. Я запросил у общественной палаты, у волонтерского штаба список продуктов, которые входят в этот набор. И на основании этого пришла идея, посоветовавшись с коллегами, с коммерсантами, кто готов был поучаствовать. Мы приняли решение, да, поучаствовать в этом. То есть, ну, основная база, конечно, личных средств, это я свои вложил, а частично помогали коммерсанты. Но они не только помогали средствами, кто-то помогал средствами индивидуальной защиты, кто-то покупал, вот, например, как видная нет-компания, руководитель. Он деньги просто давал на лекарства людям, которые попали в очень сложную ситуацию, потому что реально мы оказались в сложной ситуации. И ему огромная благодарность и вообще всем, кто участвует в этой акции. Очередная партия продуктовых наборов будет подготовлена в ближайшее время. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В деревне Дыдылдина никогда не было пешеходной дорожки. Жители не раз просили власти муниципалитета посодействовать в вопросе создания тротуара, но шли годы. А пешеходам приходилось, несмотря на опасность, двигаться вдоль проезжей части. Теперь Совет Депутатов вынес решение – пешеходной дорожке быть. Продолжит тему Татьяна Брылова. Вот так жители Дыдылдина многие годы ходят прям вдоль дороги, потому как нет пешеходной дорожки. И это очень опасно. Писались письма, устраивались собрания, но на мольбы жителей никто долгое время не обращал внимания. И вот, наконец, этот вопрос оказался на повестке дня Совета Депутатов. В Совет Депутатов Ленинского городского округа обратились жители деревни Дыдылдина с просьбой о том, чтобы сделать им пешеходную дорожку. И действительно, этот вопрос не раз поднимался. И отрадно, что этот вопрос был вынесен на заседание. И было принято решение о выделении средств на то, чтобы сделать здесь пешеходную дорожку. Дорога в Дыдылдина извилистая и не очень широкая. Всего две полосы. Но этого вполне достаточно. Загруженность ее не особо высока. В прошлом году был разработан проект, по которому будет отремонтировано дорожное полотно, плюс добавится пешеходная зона. Тротуар пройдет по разным сторонам дороги, поскольку в некоторых частях под предполагаемым местом устройства тротуара проходят достаточно серьезные сети и газ, и электричество высокой мощности, высокого напряжения. Поэтому проектировщики учли эти моменты и развели тротуар таким образом, чтобы он не мешал прохождению сетей. Планируется создать несколько пешеходных переходов, которые будут оборудованы разметкой и соответствующими знаками. Вдоль дороги уже сделано уличное освещение. Поэтому по окончании ремонта она будет соответствовать всем необходимым требованиям. Финансирует работы муниципалитет. Из бюджета было выделено порядка 19 миллионов рублей. Жители очень ждут появления обновленной дороги. По договору заключенному с подрядчиком, который ведет эти работы, окончание 20 июня. Общая протяженность отремонтированной дороги составит около полутора километров. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Неожиданный подарок к 75-летию Победы получил Валерий Мосин, известный многим не только в Ленинском городском округе, но и по всей России человек. Многолетний председатель комиссии Мотобола Мотоциклетной Федерации России. Лет 50 я ее не видел, но знал, что она где-то есть. Не мог же отец ее выбросить. И вот она нашлась в таком вот виде, в рулончике вот в этом. Эта маленькая вещица, которую с волнением показывает Валерий Александрович Мосин, ничто иное, как солдатский медальон. Они были введены в 1941 году в Красной Армии для определения личности бойцов. Этот отец Валерия Александровича получил на третий день после начала войны. Здесь надпись. Мосин Александрович А. 25-го, 6-го, 41-го года. Историю рода в семье Мосиных бережно хранят. Отец Валерия Александровича, Александр Михайлович из Воронежской области. Мать Елена Сергеевна из подмосковного Нарафаминска. Познакомились они во время Великой Отечественной войны, где оба служили в войсках связи. Все крестьяне, никаких у нас нет корней таких, чтобы выдающихся. Крестьяне землю пахали. Мать с отцом в 1944 году поженились. В 1946-м родился я. А мне судьба как-то улыбнулась. Из простого парнишки дорасти до таких серьезных названий. Действительно, Валерий Мосин начинал свой трудовой путь инструктором ДСААФ. А на пенсию ушел с поста председателя комиссии Мотоциклетной Федерации России. Огромный вклад он внес в развитие мотобола, возглавив в 1975 году сборную СССР, которая уже через год выиграла чемпионат Европы во французском Ульгате. Эта история, конечно, счастливая для меня, как для молодого человека. В 1975 году возглавить сборную и с ней попасть на чемпионат Европы. В такую обстановку. Почему? В Францию, Ла-Манш и все это такое. Ну, голова не закружилась. Слава Богу. И много лет я до 95-го был в составе сборной. Все эти годы Валерий Михайлович бережно хранил боевые медали отца, среди которых ордена Красной Звезды Отечественной войны, медали за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией. Но помнил и о небольшом черном пенале, куда был вложен пергамент с анкетными данными сержанта Мосина. Я отца спрашиваю, отец, а где эта штука? Вот, штучка. Он говорит, да где-то здесь валяется. Причем-то несколько раз было. Я забыл, отец умер. И я, значит, вспоминал, думаю, надо же, надо где-то поискать среди его вещей на квартире видном. Искали, ничего не нашли. Александр Михайлович Мосин ушел из жизни в 1993 году. Он увлекался электроникой и в подвале дома в деревне Богданиха осталось немало радиодеталей. Их и решил Валерий Михайлович отдать любому желающему. Я дал объявление в чат нашей деревни. Пришли два парня. Говорят, ну мы заберем-ка там, что нам нужно. И забрали. И ушли. А через полчаса они говорят, что вот еще у нас третий человек есть. Он нашел эту вещь. Среди радиодеталей. Может, он говорит, она вам нужна. Я взял, у меня сердце оборвалось. Думаю, надо же ждать полтора жизни. Я искал ее. И вот, наконец-то, она нашлась. Медальон отца для Валерия Александровича маленький, но очень важный кусочек памяти об отце и его боевом подвиге. И особенно он рад тому, что и молодое поколение понимает важность и ценность таких вещей. Я очень благодарен ребятам, которые нашли. Они оказались умными ребятами. Вообще, я даже не ожидал, потому что еще у людей есть вот память об этом чем-то подобном. И понимание того, что эта вещь для нашей семьи очень много значило. С началом режима самоизоляции все учреждения культуры перешли в онлайн-режим. Музеи проводят виртуальные выставки, театры показывают видеоспектакли. А сотрудники Центральной районной библиотеки советуют, что почитать. Об этом и многих других проектах в нашем сюжете. Обычно в Центральной районной библиотеке полно людей. Здесь проводятся выставки, концерты и театральные представления. В настоящее время работать в штатном режиме невозможно. Пока все остаются дома, сотрудники библиотеки реализуют свои проекты онлайн. Ежедневно мы выкладываем в наши соцсети достаточно разнообразные ролики. Эти ролики собраны в рубрике. Рубрики специально мы придумали отдельно. Они совершенно разные. Есть развлекательные, есть познавательные. Всего в данный момент в социальных сетях можно найти около семи различных рубрик. Одна из них – «Прочитай». Из названия легко догадаться. В роликах сотрудники библиотеки рассказывают о художественной и научно-популярной литературе. А также делают обзор последних выпусков различных журналов. Всегда интереснее узнать, так сказать, из первых уст о какой-то книге. Получить живой эмоциональный отзыв, нежели просто почитать его на каком-то сайте в интернете. Журнал «Родина» – это главное открытие и пристрастие моё личное с этого года. Популярный исторический журнал. Его нужно читать от корки до корки. Великолепный стиль, содержание, изложение, фотографии. Прекрасно всё. Пространство библио-арт существует в библиотеке и в режиме офлайн. Для гостей читают лекции о художниках, проводят мастер-классы по изобразительному искусству. Этот проект продолжает работу и в настоящее время в формате видеолекций. Одна из последних была посвящена знаменитой работе Альбрехта Дюрера. В 1514 году создана эта гравюра. И почему меланхолия? Это, как мы знаем, один из людских темпераментов. Помимо познавательных сюжетов, сотрудники библиотеки выкладывают развлекательные ролики, так называемые библиоляпы. А также призывают читателей поддерживать форму, выкладывая видео с тренировками. Я думаю, что мы будем продолжать придумывать какие-то новые рубрики для наших читателей. Пожалуйста, заходите на наши соцсети, смотрите, радуйтесь и улыбайтесь. Александра Столярова, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все основные новости за неделю, о которых мы хотели рассказать в нашем итоговом выпуске. Оставайтесь дома. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова